Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вам августовский номер журнала «Восход», который целиком посвящен юбилею Юрия Николаевича Рериха. На обложке помещена картина Николая Константиновича Рериха «Гессерхан», написанная в 1941 году. Как уже говорилось, эту картину Николай Константинович подарил Юрию Николаевичу в день рождения. Ее сюжет был близок к натуре Юрия Николаевича. Качество «Гессера» — смотреть далеко вперед и быть готовым вступить в бой за лучшее человечество было свойственно в полной мере и ему. В 2002 году на конференции Юрия Николаевича Рерих «Ученый и человек», посвященной столетию со дня рождения Юрия Николаевича, Наталья Дмитриевна Спирина выступила со словом «Штрихи к портрету». Оно и открывает журнал. Следующие два материала — это воспоминания Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого и Леопольда Романовича Цесулевича о Юрии Николаевиче Рерихе. Этим художникам эти художники имели счастье встречаться и общаться с Юрием Николаевичем, и это оставило неизгладимый след в их душе. Делясь воспоминаниями о Юрии Николаевиче, они старались как можно полнее передать светлый облик великого ученого и великого человека. В 1929 году Юрий Николаевич Рерих подготовил три лекции для прочтения в университетах Европы и Америки. Эти лекции — настоящие художественные произведения, которые будут интересны и исследователям, и широкому кругу читателей. Мы поместили в журнал первую из этих лекций экспедиция Академика Рериха в Центральную Азию. Материал сопровожден фотографиями, которые были сделаны во время экспедиции, и картинами, которые были задуманы и написаны в этот же период Николаем Константиновичем Рерихом. В конце журнала... В конце журнала мы традиционно помещаем названия организаций и имена всех, кто оказал помощь Сибирскому Рериховскому обществу в культурной деятельности. Но есть и те, кто пожелал остаться неизвестным. Спасибо вам всем за участие в этом светлом деле, которое так нужно в наше непростое время. И завершает журнал стихотворение Сергея Деменко «Околыбели света Азии», написанное к картине Николая Константиновича Рериха, Шикар Дзонг.